Седой первый раз пришел, к ней кто-то ходит еще. Я слышал, где-то здесь можно купить свежие форели. Что? Форели? Не трогай форели, пока не отымели. Понял? Отыметь тебя, форели. Ну смотрится, что тут сказать. Ко мне переедет? У меня дома нет, между прочим, я бездомный. Это я скорее к вам перееду. Я вас оставлю на минуту. Говорят, у них там скульптуры? Совсем? Совсем? Совсем что? Совсем голые. Привет, друзья, меня зовут Алекс, и мы с вами снова в мире игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Стоим под дождем в этих вот непонятных переулках, и снова нас отправляют на скеллиги. Боже мой, сколько можно? Друзья, если вы не помните, чем мы занимались в прошлых сериях, справа вверху будет буква А, и там я размещу плейлист по игре Ведьмак 3 Дикая Охота, и несколько других плейлистов. Ну а мы снова прыгаем с вами в раздел заданий, и смотрим, какие вторичные задания еще мы можем по своему уровню, так сказать, выполнить. Собрать полную коллекцию карт. Ну это, блин, не очень интересно. Скачки тоже не очень интересно. И мечи, и вареники. А, вот этот, блин, там сложное задание, надо подкачаться. Мальца, он 24 уровень. Вопрос жизни и смерти. Встретьте... Это по поводу чего? Это по поводу чего-чего-чего? Чародейка редкой силы умений. А, я не понял, подожди, ну понятно, кулаки навиграются. А нам что так к Трис? Что так к Трис? Тогда пойдем, наверное, вот так вот к Триске заскочим, к Миригольд. С 12 уровнем, а потом будет у нас 14. Блин, что-то слабенько уже качается. Медленно как-то, медленно, медленно, да. Надо быстрее. О, вот они, мои, драгоценные средства улучшения навыков. Так, а где вы стоите? Под землей? Подожди, а где они? А, это все, это в том подземелье, в котором мы их убивать не стали. Я понял. Я понял. Несколько раз повторять мне не надо. Так, тут... О, здорово. Чувак, давай мы тебя заколдуем, как положено. Красивишно. Вообще прям, ток-так. Алло, мне кроны, пожалуйста. Рубашку не хочу. Рубашку не хочу. Вот курочку, да, курочку можно. А что, у вас всего двое было, да? Ну ладно. Трис, Трис, а пришел. Пришел у Костя. Да. Целый день двери не закрываются. Седой первый раз пришел. К ней кто-то ходит еще. Я недоволен. Кто к ней ходит еще? Должен ходить только седой. Шкатулка. Она не рабочая. Фу, не надо. Алкогест, пожалуй, возьму. Алкогест, пожалуй, возьму. И еще алкогест, пожалуй... Нет. Не алкогест. Медовую сотую трубку даже забрал. Вот скотина, да? Клиптоман. Старый. Да не, он не такой уж и старый. Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Конечно, я для этого и пришел к тебе. Да, Геральт? Давай поговорим. Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Так себе. А почему ты спрашиваешь? Коронавирус, как-никак. Может быть, ты заразилась. А может быть и нет. Я очень тебе чуть не заразилась. Поэтому расскажи мне, расскажи. Давай сменим тему. Может, сменим тему? С удовольствием. Я сама хотела это предложить. Ммм, ты хотела мне что-то рассказать? О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение. И даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда. И готова потратить на это значительную сумму. Ого. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить. Но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке. И обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Ээээ... Держись эту... А почему ты боишься? Ну, у меня почему-то кажется, что Ингрид здесь вообще никак ее здесь не... Как сказать? Короче, это не Ингрид зовет. Это просто какой-то мошенник. Просто грохнуть и похитить. Чего ты боишься? А вдруг это ловушка? С одной стороны, я бы не хотела упустить такой шанс. Нам же очень нужны деньги. А с другой... Никто не может требовать, чтобы ты рисковала жизнью. Я сама этого от себя требую. Беда в том, что раньше с этим было... Как-то проще. Раньше я не знала... Как это? Оказаться под пыткой. Слышать крики других. И не иметь ни единой возможности им помочь. Ты же могла бежать в любой момент. Я знаю, но я так испугалась. А если меня закуют в настоящий двемерит, ты же не всегда будешь рядом? Что поделать? Я стараюсь быть рядом. Я тебе помогу. Ну как не помочь-то? Конечно, мы поможем. Такой талант, если вдруг что-то произойдет. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Конечно. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Ты шутишь? Кто это придумал? Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. А, но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали неохотники. Хорошо. Встретимся на месте. Ты узнаешь его из тысячи по голубому кафтану и рыбине. Подожди, а рыба-то у него будет или нет? Или просто цена на рыбу у него будет? Я что-то не понял. Лучше не освалить с дороги. Не мешай. Пацаны, давай поговорим. Геральт, ты что танцуешь? Не бить надо, дурачок. Вот так, вот так, вот так, как надо. Вот так вот. Красиво, чтобы было. Нашинковать. Мелкой... Мелкой фракцией. На кубики. Как вот колбасу режут на кубики, потом делают всякие вкусности. Отчего это у нас так... Лакомка что-то жидкая какая-то, между прочим. А, я же выпил, а не съел. Если б я съел, тогда да, тогда было бы у нас 78 бутылок воды я наворовал. Вот это да. Вот это клептоман седой. Мужик, извиняй, мне не надо ничего, мастер. Нет, пока мастеру ничего не надо, спасибо. О, что творится? Музыка прикольная, в них там вообще меня прикалывает. Так, современная средневековая музыка. Множество, множество людей. Я же говорил, что это подвох. Вот еще подозрительный типок какой-то ходит. Так, ты. Это ты от Ингрид. Привет. Слушай. Сколько стоит форель? Я слышал, где-то здесь можно купить свежие форели. Что? Форели? Не трогай форели, пока не отымели. Ты понял? Отымей тебя форели. Не трогай форели, пока не отымели. Манда. Сколько форель стоит? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться, судя. Если хочешь поговорить, с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Я сразу его по роже узнал. Я же... Здесь недалеко. Глядь, дед какой смешной. Эй, дедок. Эй, дедок. Что с тобой? Устал? Вообще. Как в реальной жизни. Приходишь на базар и усылаешься просто. От того, что ты там видишь. Клянущик ходит, жопой виляет. В натуре чучело. Мяучило. Одет риска. Она в режиме невидимости, что ли? Или она за нами посматривает? Стран. Трис, ты где прячешься? Ребята, вы Трис видите? Я вот нет. Это он. Погодите! Ты не меня должен бить, баран. Ни фига тут они какие замуты. Ты смотри чё. Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка. Где госпожа Меригольд? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий? Это Вальдо Муррис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбуд... А ты вообще кто такой? Если мы уже соблюли все шпионские формальности, может, скажешь, кто ты? Я лакей госпожи Вигельбуд. Я не хотел вас ничем обидеть, господин. Почему госпожа Вигельбуд не встретилась со мной лично? Она слежки боялась. В последнее время она ужасно нервничает. И мать её грохнули. Нифига. Выкладываю уже, в чём дело? Дело в сыне госпожи Вигельбуд. Молодой господин Альберт интересуется алхимией. И про это пронюхали храмовые стражи. О, господи. Храмовая стража? Это ещё ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьёзное. Да, стражников госпожа Вигельбуд подкупила. Но охотники платят за каждого найденного чародея. Так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом всё равно шепнули словечко охотникам. Вот ублюдки. Вот ублюдки. Надо их всех уничтожить. Как вы вышли на Трис, ну-ка? Откуда Ингрид Вигельбуд знала, что надо обратиться именно к Трис? Мы слышали, что госпожа Меригольд помогла исчезнуть в мире Байс, когда на ту вышли охотники. Мира несколько раз оказывала госпоже Ингрид магическую помощь в её... ...хворях. Похоже на правду. Мира говорила, что занимается какой-то аристократкой. Так. Похоже, Альберт должен исчезнуть как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбуд сумеет незаметно выскользнуть из дома. К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой балл маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбуд думает, что за всей прислугой следят. Ну... Блин, это плохая мысль. Если охотники уже взялись за Альберта, вряд ли их обманет какой-то балл. Геральт, балл у Вигельбудов? Это не совсем обычный приём. А как же? Кажется, на последнем баллу подали сто разных десертов. А фейерверки пускали до самого рассвета. Серьёзно? Из-за тяга от военного времени мы вынуждены ограничиться восемью-десятью-пятью десертами. Нифига. А сахаренные лепестки голубых роз из Нозаиры нынче очень трудно достать. Я хочу туда. Как бы я хотела всё это увидеть. Ну что, пойду с тобой. А Ингрид пришла в себя после смерти матери-то? Ингрид пришла в себя после смерти матери. Откуда вы об этом знаете? Я интересовался этим делом. Что ж, госпожа Ингрид не позволяет себе выглядеть слабой. По крайней мере, прислугах. Сейчас для неё самая важная безопасность молодого барина. Ну да. Не в её, так сказать, жизненном положении. Ещё и сына потерять. Я пойду с Трис. Надеюсь, нам не придётся оставаться до конца приёма. Значит, ты пойдёшь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только. Восемьдесят пять десертов. У тебя по-прежнему 22 дюймов талии? Прекрати. Как мы попадём в имение? Пожалуйста. Вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы. Хорошо? Удачи вам. Спасибо, мил человек. Ну, может, сразу и отправимся. Может, идём сразу туда? Смеёшься? Нам нужно приготовиться, переодеться. А самое главное, купить маски. Ты знаешь лавочку Элихали? Я уверена, там есть всё, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль, приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдётся без парадного дублета. Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда всё устроишь, зайди ко мне. Блин, это калихально найти. Это же этот... Эльф... Эльф трансвестит. Эльф-любитель переодеваться в женщин. Кем бы ты хотел стать сегодня, Геральт? Я бы хотел стать... Быть и являться ведьмаком, пожалуй. Раз я ведьмак, то я пожаловать core. Чо? Мни... Мне три раза спрашивают. Не надо тебе девочку. а уже молчит а вот скотина ей бы по шарам напинать а у нее шаров нет смотрите как обидно ведьмак купить маску лисы дополнительно купить новую одежду блять штаны и сапоги зайти приз приготовиться к балу подожди а это что странно странно у них разговоры так чувак новые вещи нужны здравствуй какой человек или молодая человек и приветствую пришел взглянуть на весеннюю коллекцию есть немного покажи-ка мне товары я бы взглянул на твой товар разумеется прошу если что-то жмет или натирает всегда можно переделать на месте будет сидеть как вторая кожа серьезно молодец очень отличный портной так этом а маска лисы нужно наденьте маска лисы для tris а это маска орликина а это маска волка давай мы маску волка возьмем маску лисы для tris ухты маска птицы блин надо было маску птицы врать сколько стоит одна монетка всего а мы все заберем по одной то монетки рубашка элегантный дублет это придворного элегантный дублет придворного элеганты придворного а я не хочу придворный дублет я хочу нормальный дублет чтоб двух будь здоров прощай купить новую одежду дублет штаны и сапоги блин чё серьезно ну как кстати маску можно сразу надеть маска 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 прикольно а что это такое карманы пустая ячейка бомбы а так вон она как работает так значит трисовская для прикольно кстати прям так и прям криповый вид у него становится но маска волка не серьезно а вот это прям реально прям крепоты добавляет похож на такого на на волшебного какого-то такого персонажа хотя он и так волшебный персонаж блин прикольно меня это таращит так ну что или халь давай пожалуй пришел взглянуть на весеннюю коллекцию да да покажи пожалуй я бы взглянул на твой товар разумеется прошу если что-то жмет или натирает всегда можно переделать на месте будет сидеть как вторая кожа в маске кстати действительно блин вот это особенно ваще меня протаращила купить дублет элегантный дублет элегантный дублет а они ничем не отличают нифига ничем не отличается 169 элегантный дублет придворного в чем у в чем у них разница вес у них одинаковый все у них одинаковые броня у них одинаковая это уже не дублет рубашка дублет придворным тут вообще конечно роскошно смотрится у него и цена пипец конечно роскошность 45 168 и 164 ну ладно гуляем один раз лежаба души пипец скеликс ки и бриджи нильфгардские штаны туфли праздничные между прочим элегантные нильфгардские туфли у меня брюки тревожат туника ну-ка самые дорогие наверно до 181 181 106 здесь типа два ремня козырные здесь вообще прикольный а и ладно гулять так гулять давать по цвету не подойдут белый а и ладно все нормально спасибо дорогой друг прощай беля прикольно смотрится вообще просто жесть я балдею трис надеть новые дублики трис ай-яй-яй ну вообще ну просто пипец перчатки перчатки лишние здесь вообще туши ну смотрится но смотрится что тут сказать и чуть-чуть не в цвет конечно штаны они как-то коричневым как-то коричневатостью отдают и краснотой а дублет наоборот такой холодный оттенок имеет зеленоватый ну и не живи давай я тебе дам свой меч ты сам все сделаешь машинные катушки в этом хлебе что-то в них говно вонят за что за что да ко мне переедет у меня дома нет между прочим бездомный это я скорее к вам перееду о боже мой как это красиво ну и ну я вижу ты принял мою просьбу близко к сердцу значит и все-таки говорила не всерьез когда еще успею переодеться не смей ты выглядишь замечательно у тебя уже все есть можем идти конечно ты разузнала что-нибудь про альберта ты разузнала что-нибудь про этого альберта среди чародеев о нем почти никто не слышал скорее всего он просто любитель тогда почему стража и охотники им так интересуются потому что он легкая добыча разумеется именно поэтому мы должны ему помочь такие я купил маски все готово можно идти не часто я вижу тебя в таком наряде хочу хотела в подмышках жмет может они в дублет проволоку зашили я буду все время восхищаться твоей крепостью духа так что идем конечно вперед да президент садиль буду вечером получен очку опыта один класс я доволен приветствую уважаемых господ мои гости госпожи витель будут покажите пожалуйста приглашение все верно вы найдете госпожу вигель бут во дворе имения она в маске попугая и вот еще что мечи прошу оставить здесь это должно быть какая-то ошибка это должно быть какая-то ошибка ты же знаешь зачем мы здесь разумеется но у меня приказ проследить чтобы все гости вошли во владение госпожи без оружия сразу желаю удачного вечера ну спасибо спасибо за зубастик я ужасно давно не была за городом а ты здесь еще не было а кто это как он мог с этой тощей вертихвосткой не ной это не единственный мужчина на свете но он же баронет где я такого еще найду извиняюсь ого ого эй Вивиана не притворяйся что ты меня не узнаешь эй что за гомосексуалист что ж ты старых друзей не узнаешь это какая-то ошибка я вас не знаю не валяй дурака Вивиана эти волосы я всюду узнаю можешь конечно строить из себя благородную но пока этот барон Эдвард тебя из канавы не выловил ты была обычной довольна госпожа сказала что тебя не знает а это у тебя что новый какой-то еще старше прежнего тоже мне хер горбатый правду говорят чем меньше может тем больше платит ты сам напросился ты сам напросился давай-ка я тебе рыло начищу ну давай предполагалось что мы не будем обращать на себя внимание что-то случилось ну что ты нытик зажиточный надо было тебя укокошить вот сюда вот посадить в эти угли нетерпимость и суеверие всегда были свойственны глупцам а это точно я душно душно снова он на обед опоздал ну и набрал кракен чудище чудище где в фонтане да чё да да морец что ты здесь делаешь малютка мире год ну и ну а я думал будет шикарный прием да я тоже по тебе соскучилась но сейчас это неважно ты знаешь как выбраться из новиграда если хочешь можешь присоединиться к нам ну ладно не реагировать к вам это кому же среди них есть и твои друзья когда мы все соберемся я выведу вас ты выведешь прости мире гольд это все равно что дать себя вести храмому утенку за сим прощаюсь и ведь кто был кто это был это мой старый знакомый морис дефентель я потом тебе расскажу ну окей окей давай посмотрим что здесь где тут попугай мне пожалуйста попугая а вот она причем по прическе можно узнавать оставленную минуту госпожа да это я насчет форели что ах да конечно прошу простить мне эти меры предосторожности но может пойдем поговорим где-нибудь в угробном месте пойдем-пойдем от кого кого геральта вообще не узнать вы кажется уже встречались это вы разумеется теперь я буду знать что альберт в надежных руках охотники охотники не дали о себе знать охотники не появлялись с тех пор как они напали на моего слугу на рынке нет все улеглось тоже не мир не удалось подкупить одного человека из храмовой стражи и он сказал что разговоров об альберте все больше откуда стража вообще узнала что ваш сын занимается алхимией сожалению я не могу поручиться что сам альберт не начал похваляться очередным экспериментом он очень беззаботен совсем как его отец он был очень милый человек но совершеннейший болван его сажал глава глаз вы не слышали эту историю он должно быть много путешествовал да где там он пробовал их разводить наверное я радоваться должна что альберт увлекся алхимией она все же безопаснее пойдем за ним пойдем за альбертом где он сейчас развлекает гостей на приемах он всегда душа компании поэтому я не хотела чтобы у кого-нибудь возникли подозрения когда он сможет выйти придется подождать пока гости не выпьет столько чтобы видеть только подносы с новыми кубками но не бойтесь это не займет много времени а он сам-то готов ваш сын собрался нам придется действовать быстро да я за всем проследила куда вы его заберете вам лучше не знать подробностей он будет безопасности обещаю вам но прошу вас положитесь на меня я не в первый раз это делаю я знаю и благодарю вас но как же мы его узнаем как мы его узнаем он в маске пантеры альберт знает что вы за ним придете и он в восторге от того что ему предстоит боюсь он не до конца понимает какая опасность ему грозит как я уже сказала он не слишком сообразителен до тупеньки на его можете не беспокоиться в компании некоторых чародеев он придется очень кстати геральт мы пойдем поищем его я буду ждать новостей давай 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 пойдем искать альберта давай 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 надо выпить мяты до мяты валерьянки тогда уж лучше а нас конечно же через кусты подслушивали какой тут музон ай что за альберт вегельбуд я похож на жалкого фанфарона и маменькиного сынка о боги прикольно какой гнусный тип скучно пойдем с кем-нибудь поговорим а тут что грегор ты дырков и не видел минуту назад о простите я перепутал вас с моим другом у него похожая маска генерал орхиз генерал орхиз геральт из ривии значит я не так уже ошибся очень приятно а это прекрасная незнакомка подождем с формальностями до конца приема когда все снимут маски ведь так забавнее правда конечно а теперь прошу простить мне правда нужно срочно найти дариков и приятного вечера хорошую погоду со стен можно увидеть знамена нильфгарда а как они в карте играет все понятно карта играть я не хочу здесь нас кто красивая маска красивая маска похож похож по поведению это ты альберт альберт видел буд я черная пантера надо поговорить об экскурсии нас прислала твоя мать пантера нас твоя мать прислала пантера то есть вы правда такой придурковатый такой мальчик мальчонка а вдруг то не он да когда мы можем покинуть имени а мама говорила что лучше подождать пока все напьются кроме того позже будут фейерверки это отвлечет внимание когда начнутся фейерверки я выберусь в сад встретимся в лабиринте мы будем ждать тебя там хорошо но сперва попробуйте этого розового фиорана непременно у него такой голос прикольный как будто не забудет зачем они устроили прием раз в десять я присмотрела там такой милый уголок ну пойдем пойдем уболтала у него такой голос как будто он раз в пять старше своей матери может быть это та же история как и в негрозьюжному централу когда отец был старше наград о погулять на лавочке друг с дружкой посидеть ну чтобы вы не видели самое главное чтобы этот интеллектуал сад и зад не перепутал а то он взад уйдет и может сядем здесь до сядем давай как а маски то зачем сняли хотя бы на минуту зря отсюда отличный вид и даже вино есть мне страшно давно не выходила в свет нет правда это замечательная перемена после новиградских сточных каналов таком случае самое время спросить до про этого чародея которого мы встретили ты про морица что ты хочешь узнать а ты уже прям расплылась в ожидании да не и откуда ты его знаешь вы знакомы геральт все чародеи друг с другом знакомы некоторым уже больше ста лет а это достаточный срок чтобы перезнакомиться в таком случае когда ты с ним познакомилась давным-давно на одном приеме он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место какая пошлота а ты ему отказал а ты ему отказала ты так думаешь он ухаживал за мной еще какое-то время я мне кажется он тебя не любит мне показалось ты ему не нравишься я думаю он с удовольствием мной бы командовал но подчиняться но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из нови града иногда я и правда не знаю как я умудрилась собрать их всех вместе ну как но это твое личное очарование все дело в твоем личном очаровании осторожно это прозвучало почти как комплимент дуну и вот и хорошо вот и хорошо так ты хочешь чего это идет это альберт нет просто какой-то заблудившийся гость наверное ищет подружку как в той эльфской сказки про лягушку и трясогуску инху инху бег бро тихо-тихо лягушонок тихо пойдем отсюда она уже по ходу перепела немножко надеюсь что гости не напьются так быстро как я чем быстрее мы отсюда уберемся тем лучше нет я сперва смотрю этот их знаменитый лабиринт главное не наступить кроего что скульптуры совсем совсем что совсем голая Пойдем, Геральт Маску не забудь надеть Пойдем на голых смотреть Все, походу, ее унесло Сейчас мы все провалим А, подожди, так он вроде в лабиринты собирался Геральт, ты идешь? Да, мы скоро вернемся Никто даже не заметил, что нас нет Там кто-то уже в кустах кое-что делает И где они, голые? Они одетые Осторожно А я думал, она в воду падать будет Сейчас не время Госпожа Меригольд, наконец-то Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах Хорошо сказано Но мы непременно это наверстаем Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы Никто за тобой не следил? Кажется, нет На всякий случай поменяйтесь масками Мы пойдем вперед Геральт сразу за нами В конюшне нас ждут оседланные кони Хорошо, там и встретимся Господи, ну как тут можно перепутать их? Они совершенно разные Совершенно разные Господи, по прическе по одной только Блин, ну вот это, конечно, трындец С поцелуем, с этим Вроде бы и да А вроде бы и нет Я тебе кое-что другое покажу О, наконец-то, наконец-то мордобой Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста Ну давай Барышня, молодой барин без фокусов А то еще синяков себе наделаете Это вряд ли Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо Че? За языком следи Давай, 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 Геральт Последний удар Слева его Ах, пропустил Ну иди сюда Пропустил, пропустил Откуда ты здесь взялся? Ну шо, командиронишь? Иди сюда, петушок Давай, сейчас потанцуем нормально Ну иди сюда Нормально Ударил сам себя Барышня, барышня Идите сюда Да, я хочу вам кое-что показать Здесь эти сундучки такие интересные, между прочим, стоят Трис, Мерри, Гольд Блин, прикольная она на самом деле Это Триско Ведет моменты С таймером Ооо Че это вы тут делаете, а? Че это вы? Он зигует, что ли? Тут сундучочка даже нету Ду блять, правда А почему так? Почему так жидко? Реликтовые штаны мы с вами нашли Я хочу еще чего-нибудь реликтовое найти Наверняка что-то есть Наверняка Здесь вот здесь вот здесь Да заскочить Ну да А какой бой-то хоть? Ну вот Все нормально Какой-то бой мне еще тут придумали Нет никакого боя Ага Ну, че делать? Сюда нам надо Я надеюсь еще возможность будет С Триской Поближе познакомиться Ну как Они и так хорошо знакомы Ну, поближе, так сказать Время провести Ибо Время на размышления нужно Это не так уж все и быстро Бля Зайцы Кролики бегают Обалдеть У нас появились небольшие трудности У нас появились небольшие трудности Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад Там надо прибраться Я прослежу за этим А вы поторопитесь Все готово Да Я забрала твои мечи у стражника А Ингрид передала мне деньги Их здесь Гораздо больше, чем я думала Замечательно Так куда мы едем? Замечательно Так куда мы едем? Ты? Никуда Почему? Теперь у меня действительно появился шанс Вывести всех чародеев из города Ну, как же так? Если ты захочешь попрощаться То знаешь, где меня искать Попрощаться? То, что случилось у фонтана Прости Я вела себя несерьезно Это все из-за вина Оно было слишком крепкое Должно извиняться Ведь ничего не случилось Да Ничего не случилось Господа Мерегольд Нам пора Берегите себя Это мальчик бы чего лишнего увидел Ну, как же Ну, как же А ну Эти корабли, идущие на скереги Ну, ёпстиль Что ж такое-то? Что-то я разочарован Я что-то расстроен Дополнено задание Собрать полную коллекцию карт Подожди, а почему? А почему? И в чем прикол? Ну, это херня на самом деле Меня смутило Блин, меня смутило Вот эта ситуация у фонтана Я не знаю, что надо было делать Я реально что-то затупил Ну, ладно В принципе, у нас Еще есть задание с триской Вот это вот И я думаю, что на нем мы посмотрим Что и как будет Вот такие пироги Ну что, друзья На этой замечательной ноте Мы, пожалуй, закончим Сегодняшнюю серию Благодарю вас за внимание Подписывайтесь на канал Если вы еще не подписаны Включайте все уведомления Пишите свои комментарии Ставьте лайки Мы с вами обязательно увидимся В следующих сериях Прохождения игры Ведьмак 3 Дикая Охота В других прохождениях Трансляциях В разделе плейлистов И сообщества на канале Всем удачи И до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok